Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Илья Вихарев. Первые тренировки на лыжероллерах начали члены сборной Удмуртии и России. После ограничений из-за коронавируса гонщики выехали на любимые трассы Кулаковского спорткомплекса. Солнце только взошло, а парни уже готовы стартовать. Это и понятно. Давно не стояли на лыжах. И вот впервые после карантина есть возможность прокатиться на лыжероллерах. Руководит группой Максим Валикжанин. По словам Макса, тренировки комбинированы. Велосипед, кросс, занятия на турниках и брусьях. Пока тренажерные залы закрыты. Только начинаем втягиваться в такой период легкий. Для нас это не проблема, что сейчас закрыты залы. Сейчас как раз такие упражнения делаются легкие, разнообразные. И как раз площадка на улице способна все это сделать. В дальнейшем, конечно, когда уже пойдут серьезные тренировки, другие тренировки, нужен будет зал. Под началом Макса тренируется и Влад Лекомцев, и Константин Гловацких, и Кирилл Вичужанин. По словам Кирилла, переболел мышиной лихорадкой, так что пришлось долго восстанавливаться. Вместе с Валикжанином и компанией готов в полную силу приступить к тренировкам. Конечно, интересно. Мы тренируемся с ним первый раз. Так вот, что собрались, и он нам что-то объясняет, подсказывает. Конечно, у него большой опыт, какие-то новые упражнения, новые методики. Поэтому очень интересно. Слушаем внимательно, смотрим на него, прислушиваемся. Полностью ему доверяем, так скажем. Матерый гонщик Константин Гловацких на новый сезон ставит амбициозные цели и показать максимум на чемпионатах России, попробовать отобраться на Кубке мира. Будем готовиться к попаданию на Кубок мира, чемпионат России, успешные старты на финале Кубка России, по сезону. Может, какие-то марафоны удастся пробежать. Ну и, соответственно, только призовые места. Ну а проверить силы гонщики смогут в начале августа во время всероссийских соревнований на призы Максима Валикжанина, если, конечно, все будет нормально, учитывая события последних месяцев, с осторожностью говорят лыжники. Продолжаем вас знакомить со спортивными секциями города. На очереди отделение женской спортивной гимнастики. Как отмечают эксперты, этот вид приобретает все больше новых поклонниц. В подтверждение наш сюжет. 11-летняя Алина Мусина старательно отрабатывает на ковре элементы своей новой программы. Она занимается в секции уже около шести лет и имеет первый взрослый разряд. В ее копилке есть и награды более двух десятков с республиканских и всероссийских стартов. Гимнастка уверена, будут медали из международных. Пример для подражания у Алины есть. Это Ангелина Мельникова. Она чемпионка Европы. Заняла серебряную медаль в чемпионате мира. Ты тоже так же хочешь? Да. Алину не смущает, как и ее подруг по команде, изнурительные тренировки и мозоли на руках от снарядов. Любое достижение в этом виде дается только трудолюбием и усердием. У нас дети проходят определенную физическую подготовку, которая позволяет поставить им спины, развить мышцы живота, рук и так далее. И, конечно же, дети наших детей видят. И даже если ребенок не подходит для спортивной гимнастики, этот ребенок может уйти в любой другой вид деятельности. Спортивной, танцевальной деятельности. Девчата в зале с утра до вечера занимаются ОФП. У шведской стенки делают растяжку. На ковре и на снарядах отрабатывают новые элементы своих программ. Гимнастика спортивная им всем нравится. Это правильная осанка, это красивая походка, это умение себя показать. Когда у нас в соревновании, конечно, ребенок выходит один, все остальные смотрят. И это очень важно, уметь себя представить в публике. Наставники будущих звезд уверены, эти гимнастки добьются в спорте успеха. У них есть стремление и цели, а также наглядные примеры. Удмуртия уже давно прославилась благодаря своим двум воспитанникам. Призеру Олимпийских игр Давиду Белявскому и Анжеле Щенниковой. Чемпионки Советского Союза и Всемирной универсиады в Загребе в далеком 1987-м. И у этих гимнасток все победы еще впереди. А сейчас мастер-класс проведет юный футболист. Осваиваем элементы спортивной игры в домашних условиях вместе с Дмитрием Конышевым. Всем привет, ребята. Меня зовут Дима. И сегодня мы будем бороться с коронным вирусом. Я вам покажу пять упражнений, которые вы можете сделать дома. Для этого вам потребуется всего лишь любой мячик. Плюшевый, резиновый. Это финт эластика. Я его делаю достаточно просто. И он помогает обвести игрока или даже двух. Второе упражнение. Это финт Зидана. Он поможет вам обвести два-три игрока. Он очень простой. И его можно использовать в центре поля. Третий финт. Он переступ. Его обычно используют игроки Криштиану Роналду. Надо сделать один переступ вокруг оси мяча. И потом другой ногой убрать его. Также вы можете сделать не один переступ, а два переступа. Так легче будет заманить игрока. И вы легко и просто можете от него убежать. Четвертое упражнение. Это элементарное набивание. Для этого надо сделать, потянуть носок на себя и начать набивать. Пятое упражнение. Это набивание в стенку. Это паз. Вы можете делать его, например, на проходе в кухню. И не долбить соседям. Вот стенка. Вы просто можете, например, так же поставить ногу. И давать верхний паз. Так что, ребята, мы можем бороться с коронавирусом и заниматься дома. Это очень легко. Выполняйте упражнения, как я вам сказал. И все у вас будет хорошо. Не болейте. Всем удачи. На этом все. Будьте здоровы и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова